Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Вы смотрите канал, где есть свобода слова, последний канал, где она еще есть. В следующий час мы будем говорить о том, что считаем правдой, и точка. Мы все еще в Америке. Первый очевидный факт, который остальные СМИ заклеймили как преступное инакомыслие. Правительство США никогда, ни при каких обстоятельствах, не должно отдавать предпочтение одной расе людей в ущерб другой расе. Точка. Это аморально. Мы все граждане, мы все люди, мы все созданы Богом, мы все равны. Каждый из нас имеет право на одинаково справедливое обращение. Это право гарантировано Конституцией. Это ядро бесчисленных законов, принимавшихся с заслуженным ликованием в течение десятилетий. Это право высечено на национальной аллее на монументе в честь почтенного Мартина Лютера Кинга, который был бы шокирован, если бы посмотрел выступление Сьюзан Райс. Сьюзан Райс — главный советник Джо Байдена по внутренней политике. Она отвечает за изменения, которые должны подчинить страну самым одиозным демократам. Как Сьюзан Райс планирует это сделать? Недавно она выступила вот с таким заявлением. «Каждое агентство в правительстве США, кстати, самым большом и самым финансируемом правительстве в истории...» Так вот, цитата, «основой политики каждого агентства будет идея равенства». В особенности ради благополучия, цитата, «маргинализированных сообществ». Выступление Сьюзан Райс транслировали многие СМИ, но, насколько мы знаем, ни одно из них не задалось вопросом, о чем именно она говорит. А стоило бы. Федеральное правительство — это прежде всего огромный печатный станок, который производит американскую валюту. Выпускает триллионы долларов каждый год. Согласно Райс, значительная часть этих денег теперь будет распределяться по принципу равенства, то есть будет передана людям, у которых, цитата, «нет привилегий». Итак, давайте детально рассмотрим, что это значит. Что же такое привилегия? Можно ли ее измерить? Если да, то как именно мы будем это делать? Есть ли у нас формула привилегии? Должна быть, потому что очень многое зависит от точного определения этого слова. Некоторые американцы не получат работу, если выяснится, что у них слишком много привилегий. Некоторые не поступят в колледж, не получат повышения или федеральные контракты. Другие увидят, как их районы кардинально меняются не в лучшую сторону из-за их привилегий. Они будут все отрицать, но это правда. И пока все это не стало реальностью, каждый из нас должен видеть ясную картину происходящего. Кого награждают, кого наказывают и за что? Нам не нужно вежливо спрашивать. Мы американские граждане, это наше правительство. Неважно, за кого мы голосовали, мы платим ему. Так что мы можем требовать ответ. Но, конечно, ответа нет. В том-то и дело, они не могут четко определить привилегию. Они не могут сказать, кто в стране, где нет преобладающей культуры, относится, цитата, к меньшинству. Они вообще не хотят говорить об этом, потому что их взгляды не выдерживают критики. Вот почему в их словах нет конкретики. Вот почему они пытаются заставить нас замолчать. Повсюду можно видеть эти усилия. Никогда еще в американской истории не было такой масштабной цензуры. Как мы отметили в начале, Fox News — последняя крупная новостная организация в этой стране, которая позволяет своим сотрудникам публично говорить очевидную правду. Всех остальных либо частично заткнули, либо закрыли полностью. Последней жертвой стала социальная сеть Parler, которая была создана как альтернатива монополиям Кремниевой долины Фейсбуку и Твиттеру. Несколько недель назад те самые монополии просто отключили ее от интернета. Parler больше нет. Когда будут писать историю нашего времени, уничтожение Parler займет отдельную главу. Так же, как и эти люди — бездумные корпоративные агитаторы, которые при этом аплодировали. У Parler нулевая модерация. Вся суть в том, что это абсолютно свободное сообщество, где каждый может говорить что угодно. На деле оно имеет тенденцию привлекать ультраправых консерваторов, сторонников теории заговора, расистов. Это мусор. Контент-парлер — очевидный мусор. О, контент-парлер — очевидный мусор, заявляет по телевизору какой-то уголовник с низким IQ. Следовательно, абсолютно нормально, даже добродетельно, со стороны Amazon Web, крупнейшей службы интернет-хостинга в мире, попросту отключить Parler от интернета, уничтожить ее без обсуждения, даже без какого-либо внятного обоснования. Почему Amazon сделал это? Не потому, что Parler морально оскорбила их. В прошлом году, согласно организации «Родители вместе», выявлено и отправлено в Национальный центр поиска пропавших детей 69 миллионов фотографий и видео, содержащих насилие над детьми. От Amazon Web поступило только 8 жалоб на подобные материалы, которые эта интернет-служба размещала в большом количестве. Почему? По-видимому, Джефф Безос не считал мусором видеосексуальным насилием. Как заявил директор «Родителей вместе», цитата, «Амазон Веб имеет обширные ресурсы, контролирует треть облачной инфраструктуры и обрабатывает миллиарды загрузок и скачиваний». Их полнейший провал в борьбе с сексуальным насилием над детьми говорит о том, что они не ведут эту борьбу. Но, конечно, у них нет такой цели. Что бы вы ни думали о детской порнографии, это не приоритет их политики. Так что здесь Джеффу Безосу цензура не нужна. Нужно также сказать, что Amazon Web оказывает услуги интернет-хостинга Твиттеру. И согласно новому судебному иску, Твиттер, цитата, «получил выгоду и отказался удалить неприемлемое видео с несовершеннолетним мальчиком и еще одним несовершеннолетним, которым тысячи раз поделились, и которое набрало 167 тысяч просмотров на платформе, то есть в Твиттере». В Иске говорится, что несовершеннолетний и его мать неоднократно просили Твиттер удалить видео с сексуальным насилием. Но Твиттер отказывался сделать это до тех пор, пока не вмешалось Министерство внутренней безопасности. Вот до чего дошло. Ну вы представляете себе картину. Амазон Веб и Твиттер просто завалены мусором. Но по мнению СМИ, это не является достаточным основанием для блокировки Амазон Веб. Кстати, вам также следует знать, что Амазон Веб предоставляет свои услуги ЦРУ. Вы это оплачиваете. Амазон построил центры хранения данных в Китае. Согласно докладу Horizon Advisory Group, Амазон владеет, цитата, Центром инновации в тесном партнерстве с Компартией Китая. Непонятно, что именно они обновляют, но в любом случае это не проблема для наших лидеров, потому что никто в Компартии Китая не голосовал за Трампа. Там опасности нет. А знаете, кто опасен? Любой американец, не согласный с MSNBC. Смотрите. Новый Конгресс должен рассмотреть саму идею упреждения. Что я имею в виду? У нас до сих пор нет закона о внутреннем терроризме. Мы до сих пор не приравняли их к международным террористам. Измените религию людей, ворвавшихся в Капитолий, и вы получите жестоких джихадистов. У вас будет ФБР с негласными информаторами, электронная разведка и агенты внутри их групп и организаций, потому что мы определили их как потенциально опасных. Пока у нас ничего такого нет. Ооо, так правительство должно изменить религию этих людей. Теперь правительство имеет право менять вашу религию, так сказал правительственный агент. Это неожиданный поворот. Когда мы стали теократией, мы всегда думали, что нам можно выбирать любую религию, какую мы захотим, даже ту, которую не понимает или не одобряет утренний Джо. Мы-то воображали, что в этом вся суть Америки. Уже нет. Равенство и многообразие означают, что вы будете верить в то, что вам прикажут, точка. А иначе вы террорист, и они сделают вам больно, а не делают больно террористам. Послушайте нового великого инквизитора Америки, Адама Шифа Калифорнийского. Мы давно призываем ФБР и Министерство внутренней безопасности уделить больше внимания борьбе с внутренним терроризмом, белым национализмом, поскольку это угроза для страны. И мы продолжим бить тревогу и убедимся, что они выделяют достаточно ресурсов, времени, уделяют достаточно внимания, как сразу после 11 сентября угрозе международного терроризма, так и сейчас угрозе терроризма внутреннего. Смехнули? Проголосуй неправильно, и ты джихадист. Вы думали, что вы американские граждане, просто с другими взглядами, но нет, вы джихадисты, и мы будем поступать с вами так же, как с радикалами после 11 сентября, так же, как с Бен Ладеном. Встань в строй, приятели, это война с террором. Имейте в виду, слушая таких людей, Адам Шиф далеко не единственный, имейте в виду, что они говорят об американских гражданах, они говорят о вас. Но, похоже, никому нет дела. Кому действительно есть дело, так это одному из демократов, который выступил против такой очевидной фашистской зачистки. Вот что это такое. Это Тулси Габбард, бывший конгрессмен от штата Гавайи. Габбард опубликовала видеообращение, в котором четко объяснила, что стоит на кону. Джонны Бреннаны, Адамы Шиф и олигархи из корпорации, которые пытаются подорвать наши конституционные права, превратить нашу страну в полицейское государство с надзором стиля КГБ, тоже внутренние враги. Они гораздо сильнее и, следовательно, опаснее, чем толпа, штурмовавшая Капитолий. То, что вы только что слышали, правда. Не важно, что они вам говорят или как атакуют этого человека. О, она орудие Асада! Это абсолютная правда, и Бог благословит Тулси Габбард за эти слова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok